Книга «Открытым оком», второй том, вопрос 779, тема взаимоотношений. В школе одноклассник во время моего разговора с товарищем пытался хулить и сквернословить слово Божие и Бога. Можно ли ему врезать для его усмирения, а если нет, то как мне с ним поступить? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Матфея 7, 6. Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего перед сынями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. У мусульман это решается очень просто. Их руководитель Айятолла Хомейни пустил, в кавычках, черную стрелу против Салмана Рушди за его сатанинские стихи. И каждому, кто убьет его, обещано вознаграждение в 5 миллионов долларов. Жена тут же с ним, может быть, для виду, развелась. И его скрыла английская служба безопасности. Очень редко под усиленной охраной, но он выступал перед студентами в Америке. Его стихи переводили в других странах, как в Японии. Но переводчик тот же был убит, и выход книги не состоялся. Даже Советский Союз с его страшной, поистине сатанинской, тоталитарной системой так и не дерзнул издать у себя эти стихи. Политологи настойчиво не советовали. А ведь могли бы издать многомиллионными тиражами и за бесценок продавать, как сделали с книгой протоколы сионских мудрецов, не убоявшись масонов. Не сделали, испугались, о чем пишут открытым текстом, перетрусили хваленные коммунисты. Вот если бы так обещано было вознаграждение Ярославскому Губельману, Демьяну Бедному, то ни один бы номер безбожника или забавной Библии не увидел бы света. Но христиане сглотнули и это. Нисколько патриарх Алексий II не протестовал, и верующие не митинговали против показа фильма Скорцезе «Последнее искушение Христа». Его все-таки показали в самой популярной программе, в наиболее читаемое время. Значит, нас, христиан, не боятся и не уважают. А ведь могли бы и христиане врезать и сослаться на очень веский аргумент. Иоанн Златоуст прямо советует ударом кулака заградить хульные уста безбожника. И за это обещает награду от Бога. «Зная содержание Библии, могу сказать, что нам, христианам, не даны черные стрелы, но дано только молиться о прощении врагам обилий. И чтобы они примирились со Христом, ибо не ведают, что творят». Действительно, Иоанна 7,17. «Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сём учении, а от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Практическое исполнение Евангелия показывает, что учение Христа – это воистину божественное и небесное. Рассказывают о трогательной дружбе в жизни одного христианина с евреем. Никто никого не перетягивал в свою веру. Однажды еврей выразил своё желание принять христианскую веру. Но перед этим решительным шагом сначала сделать паломничество в Рим и увидеть всё своими глазами, посетить святыни. Добрый христианин пытался его отговаривать под разными предлогами, уже предчувствуя его отпадение. Ибо знал, что творится там. Какой несусветный разврат затопляет вечный город и особенно папский двор. Долгих три месяца он ожидал своего Абрама, думая, что когда тот всё это увидит, то будет только плеваться перед его лицом. Наконец сообщает, что корабли его друга швартуются в пристани. Каково же было удивление Терентия, когда он увидел радостного еврея, который бросился к нему в объятия и сказал, «Всё, сегодня же принимаю крещение. Воистину, ваша вера самая святая, она божественна и несокрушима». «Позволь спросить тебя, друг мой любезный и ненаглядный, да был ли ты в Риме?» «Да, не только был, но сам всё своими глазами видел и слышал». «И после всего ты желаешь стать христианином?» «Да, непременно, если так себя ведут священники и епископы, а народ всё-таки верит, то значит только Бог может сохранить свою веру. Ваша вера от Бога. Будь моим восприемником». «Отойдите от хулителя, но предварительно скажите ему, что его ожидает и с кем он отныне будет иметь дело». Евреям 10.31 «Страшно впасть в руки Бога живаго». Римлянам 12.19 «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне от мщения я вас дам, говорит Господь». Ответ Сергея Есенина Демьяну Бедному «Я часто думаю, за что его казнили? За что он жертвовал своей головой? За то ли, что враг суббот, он против всякой гнили отважно поднял голос свой? За то ли, что в стране проконсула Пилата, где культом кесаря полны и свет и тень, он с кучкой рыбаков из бедных деревень за кесарем признал лишь силу злата? За то ли, что по частям он разрывал себя, и горю каждого был милосерд и чуток, и всех благословлял, мучительно любя, преклонный возраст, юность и крошечных малюток? Не знаю я, Демьян, в Евангелии твоем я не нашел правдивого ответа. Там много бойких слов, ах, как их много в нем! Но слова нет достойного поэта. Я не из тех, кто признает попов, кто безотчетно верит в Бога, кто расшибить свой лоб готов, молясь у каждого церковного порога. Я не люблю религии раба, покорного от века и до века, и вера у меня в чудесное слаба. И верю я лишь в силу человека. Я знаю, что, стремясь по нужному пути, здесь, на земле, не расставаясь с телом, не так, не мы, так кто-нибудь ведь должен же дойти поистине к божественным пределам. Но все-таки, когда я в правде прочитал неправду о Христе блудливого Демьяна, мне стало стыдно, будто я попал в блевотину, извергнутую с пьяно. Пусть Будда, может быть, Конфуций и Христос, далекий миф, мы это понимаем. Но все-таки ж нельзя, как годовалый пес, на всех и вся захлебываться лаем. Христос, сын плотника, когда-то был казнен. Пусть это миф, но все ж, когда прохожий спросил его, ну кто ты? И ответил он, сын человеческий, а не сказал сын Божий. Пусть миф Христос, как мифом был Сократ, и не было Христа, как не было Сократа. Так что ж из этого? То надо б наплевать на все, что в человеке свято. Ты испытал, Демьян, всего, арест. И то скулишь. Ах, крест мне выпал лютый. А что, когда тебе, Голгофский, выпал крест, или чаша с едкою цикутой? Хватило б у тебя величия до конца, в час смертный, по его примеру. Тоже весь мир благословлять под тернием венца и о бессмертии учить на смертном ложе. Нет, ты, Демьян, Христа не оскорбил. Ты не задел его своим пером немало. Разбойник был, Иуда был, Тебя лишь только не хватало. Ты сгусток крови у креста, Копнул ноздрёй, как толстый боров, Ты только хрюкнул на Христа, Ефим Лакевич придвора. Ты совершил двойной тяжелый грех Своим глупейшим балаганным взором, вздором. Ты оскорбил поэтов целый цех, И малый твой талант покрыл большим позором. Ведь там, за рубежом прочтя твои стихи, Небось злорадствуют российские кликуши. Ещё тарелочку Демьяновой, Демьяновской ухи, Соседушка, мой свет, пожалуйста, откушай. А русский мужичок, читая бедноту, Где образцовый стих печатался куплетом, Ещё дружнее потянется к Христу. Единственному, истинному свету. В оригинале последняя строка звучит так, А автору Пасквиля мат пошлёт приветом. 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 А автору Пасквиля мат пошлёт приветом.